Девушки отдыхают Игорь, скажи, пожалуйста, сейчас, по прошествия лет, я понимаю, что музыка была самая главенствующая, концерты, фестивали, тусовки, всего даже не перечислили Молодость рокера – это что-то А вот сейчас встретил бы ты себя молодого, что бы ты сам себе сказал? Ну, на самом деле, в каждом периоде есть определенные степени развития общества То есть есть определенные диктовки, поддиктовки Если раньше, допустим, начнем с бухла Может было смело пиво, рок-концерты не обходилось То сейчас уже идет нормирование То есть идет цивилизация тем же рокерам, чтобы было все цивильно А так, нечем жалеть, все нормально И сейчас также проходят концерты И просто они в более локальных, культурных условиях, скажем так Игорь, ну вообще, когда мы говорим о рокерах Первая ассоциация, которая приходит, это бунтарство Это жажда свободы какой-то То есть получается, что... Ну, эти качества тоже присущи молодым людям Получается, что рокеры вечно молоды душой? Ну, если посмотреть на меня, допустим, не полтинник Но я тот же, как говорится, 20-летний младенец, собственно говоря Чем занимался, тем и занимаюсь, в общем-то Да, конечно, вспомнить вообще известные личности таких монстров Как Пол Маккартин, допустим, он тоже там бегал и играл на гитаре до 70-летних Джаггер, там, да, различного плана музыканты То есть они, просто сказать, бунтарство существует в самом себе То есть как-то, ну, а как уж молодежь себя ведет там Ну, сейчас вот, как я уже повторюсь, есть какое-то подстраивание под общество Как-то, чтобы не было, там, на виду, так, прямо уж как, там, 80-х, 90-х Что ломали, там, какие-то концерты гараживали сетками различными, там, вот И мы тоже кучу рок-клубов, я открывал, там, делали какие-то сетки, ограждения, перецены, там Чтобы люди, допустим, на сцену не залазили Потом пошли на смену различные охранники, которые сбоку стоят Сейчас фейс-контроль, на вход заходишь, там, смотришь, у тебя поршмонали, там, есть у тебя, там, какие-нибудь Колющие, режущие какие-нибудь, там, пиво какое-нибудь Ну, все, проходи здесь, все цивильно Здесь пей, здесь слушай музыку, здесь играй Кстати, я вспоминаю сейчас по поводу... Пионер, да Пионер, да, до сих пор не открыли Все никак восстановить Чайка, кинотеатр Чайка Все никак восстановить не могут Мне кажется, когда там проходили рок-концерты, бабушки, билетерши, мне кажется, просто с ними было, наверное, инфаркты Не, интересные вот такие воспоминания, конечно, это очень неугарно, когда, допустим, в кинотеатре Пионерова дело, допустим, на небезвестном городе, так сказать, Диана Салацкая, она представляла репетиционное место, мы там репетировали, организовали концерты То есть был в упадке весь кинобизнес, скажем так, в России И мы там на концертах присутствовали даже мотоциклисты, которые заезжали по доскам, вот на, так сказать, площадочку, ему там они делали какой-то, так сказать... Перформанс А первые эти самые движения, перформансы, и выезжали там, и все это в шоу, там, ТДТП В том же Пионерии проводился рок-бокс, такое название, посреди, допустим, зала, то есть кинотеатр же это был, собственно говоря, когда были там киносеансы Ограждение там, рефери стоят, вокруг публики такое шоу было, там, боксируется То есть была тяга к какому-то шоу, там, и здесь такой некий бордель в кинотеатре, в общем, ну, гарно было вообще Есть что вспомнить Игорь, как считаете, а вот сейчас, вы говорите, что изменилась, конечно, молодежь и вообще отношения, наверное, круг жизни Сейчас стало ли ее меньше, или она просто трансформировалась и по-другому теперь? Вот, то есть раньше это был ажиотаж, действительно, любой концерт, это событие, а сейчас как? Сейчас трансформировалась на какие-то более определенные, организованные группировки, так грубо скажу, то есть не то, что группировки, а какие-то, так сказать, по направлениям, по интересам Люди, допустим, если нравится, допустим, там, мотоцикл, мотоцикл, нравится им, допустим, клубняк танцевальной музыки И даже музыка танцевальная тоже на кое-что распределилась, так сказать, о направлении, там, кто-то ходит на технику, кто-то ходит на ретро, кто-то ходит, допустим, там, в различные художественные выставки, допустим, тусуется А кто-то вообще на улице играет, там, собирается компанией, там, потом за лавочку сел, там, маленько хлебнул, там, того же пивка, и потом снова пошел играть, допустим, то есть есть и уличные сейчас музыканты Мне кажется, просто раньше было больше площадок, потому что были действительно ночные клубы, в которых музыканты могли как-то вот реализовываться, выступать для своих поклонников и так далее Сейчас ведь клубов нет, как это сейчас? Раньше был такой некий бум, я бы сказал, потому что, сказать, вот тот же рейв, различные ночные клубы, которые по сечению лет закрылись, различные акулы, панорама, собственно говоря, там, стратосфера То есть была локальная молодежь, которая танцевала только, была локальная молодежь, которая просто ходила с копом на рок-концерты, допустим, как я вот перечислял, в том же цирке мы проводили, потом какой-то там техник, местный техник, он говорит, вы сломали столько-то кресел И постоянно мне напоминал, когда ты мне дашь пиво за поломанное кресло, я как-то раз им, правда, купил это пиво, потому что очень много кресел поломали в этом цирке, ну, был такой бум, бум такой, интересно было Было поломано много кресел и один сбежавший медведь Да, да, да Игорь, ну, все-таки согласись, что молодость это время не только проб достижений, но и ошибок, а вот стоит об этих ошибках жалеть? Об ошибках молодости? Нет, жалеть, думаю, ни о чем не надо, есть только хорошие воспоминания, а на ошибках учатся, то есть единственное, что можно корректировать какие-то свои взгляды По сечению, допустим, если занимаешься каким-то творческим направлением, там, будь то музыка, художество, либо, допустим, там, какие-то другие сферы Модернизировать свой путь вперед, то есть, и не угасать То есть это такой необходимый опыт, который... Который делает нас такими, какие мы есть Век живи, век учись, как говорится, есть такая фраза Игорь, ну вот смотрите, вы одним из первых, в принципе, наверное, в нашей стране начали проводить именно рок-фестивали Ну не в стране, это громко сказано, в Иркутске Ну в Иркутске, в Иркутске легендарная все-таки фигура, вот, позвольте мне так сказать о вас Раньше пели все-таки больше, наверное, о свободе, поскольку сначала, вот, во времена еще распада Советского Союза, это было необходимо, да А о чем сейчас поет молодежь? Нет, свобода тоже поется, допустим, та же песня Шевчука, там, свобода, свобода, так мало, так много Она совсем не старая, буквально, в нашем времени И молодежь, которая тоже, как вы сказали, потеряла бунтарство, наверное, не потеряла Просто в меру того, что, так сказать, происходит, они поют о различных вещах, как и раньше, так и сейчас И думаю, что свобода, свобода продолжается, то есть никто никому руки не связан То есть она какая-то какая-то Мы не в Северной Корее находимся, то есть можно, в принципе, относительно что-то делать в различных направлениях Ну подождите, Игорь, еще и время впереди достаточно много Хорошо, а еще один вопрос, вот от чего все-таки стоит молодежь оберегать? И стоит ли вообще, может быть, просто не лезть, не за своим уставом? Ну, оберегать, конечно, нужно, это от глупых соблазнов Вот, начиная с тех же наркотиков, раньше наш город славился различными, там, героиновыми делами К сожалению На смену пришли все возможные, там, фетамины, там, т.д. и т.п. Ну, сейчас борется с курьевым, с алкоголем, я прекрасно, так сказать, все понимаю И воспринимаю, допустим, как старший наставник Действительно нужно от этого отказаться, по мере того, допустим Ну, вот я знаю, что... Я, к сожалению, курю бросил выпивать, там, просто сделал обычную, там, инъекцию на год Ну, годик не попью, потом уж посмотрим Ну, вот я знаю, что вот фестиваль, который вы проводите Я сама просто была тоже на фестивале в Бавхе Мне очень понравилось то, что помимо музыки в лагере всегда существует порядок То есть есть люди, которые действительно следят за тем, чтобы никто нигде не мусорил Выдают даже мусорные пакеты В общем-то, должно быть чисто Насколько я знаю, сейчас есть еще и сухой закон Да, я вспоминаю эти времена, когда не только реклама пива, допустим, была на телевидении И были пивные спонсоры различные Да, да Маленькое пропиво сейчас ковыряем, так скажем Вот, а продажи пива А сейчас все это исключено, я думаю, что это правильно в некоторой степени С другой стороны, с 16-го года, вот, фестиваль Байкал-Шаман Он с 17-го переместился на такие закрытые То есть сейчас вышел закон, что на дикой территории, в принципе, нельзя проводить фестивали То есть на турбазе В прошлом году мы проводили в Утулике В этом году также в конце июля мы будем проводить на турбазе Байкала в Утулике Это определенная огороженная территория Тоже, в принципе, люди под надзором Хочешь выпивать, иди вот в кафешку, допустим, там То есть все цивилизованно Все нормально, цивилизованно Вот здесь музыку играем Там курилка Никто не жжет в костре Пендер А вообще бороться с тем же курением, алкоголем надо По мере того, конечно, без фанатизма Хорошо, спасибо большое, друзья Игорь Москвитин был у нас в гостях Игорь, спасибо тебе огромное Спасибо большое Пока можно, пока, не надо вставать Сейчас мы скажем, что мы продолжаем нашу программу Выйдем из эфира, и вот тогда можно будет вставать Спасибо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова